Девушки отдыхают Девушки отдыхают И в общем-то тут тоже не обходится без демократов, я уверен Ну и как бы мы можем точно говорить, что демократы с чем-то пришли Не знаю, не уверен, с чем пришли республиканцы Если ты что-то заметил, может быть ты можешь рассказать нам Но для меня очень важен момент касательно Украины И поддержки Украины в этой войне Вот если бы сейчас Украина могла победить Россию каким-то образом Или допустим, если бы Америка могла достаточно серьезно как-то помочь Украине сейчас Какой-то толчок бы произошел Как бы это повлияло на выборы? Помогло ли это быть демократам в ноябрьских выборах? Или все-таки американцам все равно на то, что происходит в Украине? Ну, с одной стороны, как говорится, демократии не играют в геополитику, они играют в экономику Латинина Юлия Леонидовна любит повторять эту фразу Или другими словами, как бы главное для американцев, например, это цена картошки в Аризоне Но с другой стороны, американцы даже при всем своем таком благостном инсилляционизме Люди достаточно сердобольные И им, так сказать, досадно, когда невинных бьют, как сказал бы Владимир Семенович Поэтому, конечно, когда происходят такие вещи И, в общем-то, ведь по опросам общественного мнения Пару месяцев назад процентов 70 американцев были вообще за то, чтобы вести бесполетные зоны над Украиной Что означало бы, ну, практически прямой конфликт с Россией Вот, поэтому, наверное, совсем на Украину не положить Мы видим столько флагов украинских, например Вот я живу на Стейтен-Айленде, да, и как бы Стейтен-Айленде это место, которое больше похоже во многом на южный Или там средне-западный регион США, чем на остальной Нью-Йорк Здесь люди могли бы пребывать в таком вот благостном как раз изоляционизме Какое нам в основном дело до остального мира? Нет Именно как раз, прежде всего, более консервативная часть местного населения Она проникнута сочувствием к Украине Поэтому, и ведь одна из линий критики И во многом заслуженной критики администрации Байдена республиканцами В том, что он, с одной стороны, попустил этой войне, да, что он как бы дал Путину сорваться с цепи Отчасти своей фразой про то, что он считает Путина убийцей Ну, как бы, если ты кого-то считаешь убийцей, ты должен быть готов к тому, чтобы его обезвредить, да А ты как бы просто его вот как бы раздразнил, раздраконил и пошло-поехало И есть же люди, которые считают, что Америка мало помогает пока Украине Пока еще оружие толком не пошло Таких людей большинство, я бы сказал Да, вот, и я сталкиваюсь с таким мнением, в том числе людей, которые сами служили Которые являются более-менее экспертами в военном деле Которые говорят, что есть большое количество оружия, которое Америка могла бы поставить Украине Проблема только в том, что, наверное, Россия, ну, по крайней мере, она угрожает стрелять по этим запасам оружия И по тем конвоям, которые будут его отправлять, да, как бы Это все, понимаешь, это опять отсылает Понимаешь, это такой нюанс, ты говоришь, что люди в Америке сердобольные Это правда, но дело в том, что когда касается внутренних выборов Это касается нашей внутренней жизни Это касается цен на продукты питания, цен на бензин, конечно же Это какие-то внутренние проблемы Это касается абортов, кстати говоря О которых говорят каждый день американцы И в которых обвиняют Джо Байдена, понимаешь? И тут уже Владимир Путин и там Украина, мне кажется, на мой взгляд Отступают Не имеет такого большого значения Ну, конечно, потому что в конечном итоге Взялся за гужни, говори, что не юж Если при тебе цены на нефть выросли Они, кстати, начали расти серьезно еще до войны в Украине И многие другие цены начали расти до И есть мнение, что это вот политика стимулирования, печатания денег Байден, хотя он толком так и не провел, насколько я помню Свой этот Build Back Better план Но, тем не менее, его такая квазисоциалистическая политика в экономике Как бы регулирование, вмешательство государства То, что он витировал, скажем, кистоунский газопровод Все это многое, как бы, то есть вот нажим на деловое сообщество Да, вот как бы то, что говорят республиканцы Что надо было бы давать больше инициативы Частному бизнесу, в том числе в энергетике А у нас правительство сейчас, которое пытается больше регулировать и так далее И что рост цен и так далее во многом поэтому Ну, в этом всегда были демократы Политика регулирования на самом деле Ну, в общем-то, демократы, да В то же время мы слышим, что нам не хватает какого-то нового Рейгана в нашей политике Понимаешь, тоже многие люди об этом говорят Ну, ты знаешь, Байден сейчас пытается провернуть рейгановские трюки 80-х годов с саудитами Чтобы понукнуть их И, видимо, потихоньку успешно, как ты отметил Что начали снижаться цены на нефть, цены на бензин Но это, видимо, потому что Саудовская Аравия увеличила добычу нефти Кстати, одна из больших ошибок, я считаю, Дональда Трампа Я постоянно об этом говорю То, что он в решающий момент, 2,5 года назад, поддержал ОПЕК Вместо того, чтобы дать ему умереть, как он сам же обещал Когда он шел во власть, он говорил, что ОПЕК – это преступный картель или сговор Потому что, когда производители нефти конкурируют друг с другом И увеличивают добычу нефти и выброс, соответственно, на рынок Это автоматом сбивается цены Оно может не сбить цены на 50%, мы можем не иметь в ближайшее время Цену за галлон бензина 1,5 или 2 доллара Но сбить ее с 5 примерно долларов до, скажем, 3,5 или 4 Это возможно И знаешь, если у тебя было 10 лет назад 2 доллара А 2 года назад было, скажем, 3,5, а сейчас 5 То тебе уже и возвращение на 2 года назад покажется рай Поэтому, конечно, Байден пытается провернуть этот труп Но я хотел сказать такую вещь Вот мы, многие, печалимся о том, что нет нового Рейгана Что те люди, которые пытались изобразить новый виток рейгановской харизмы Рейгановского подхода к политике Они скорее оказались пародиями на Рейгана Как тот же Трамп или, например, Борис Джонсон Который, к сожалению, не протянул только мы 3 лет, по-моему, на посту премьера И вынужден был сейчас уйти Но и мы ждем, что вот выйдет такой человек С мощным таким железобетонным хребтом Который поставит того же Путина на место Но есть один очень важный момент Когда был Рейган, он имел дело с дряхлеющим Советским Союзом И с поколением руководства, двумя даже поколениями руководства СССР Одно из которых воевало, как Брежнев, Черненко, Устинов, Дропов Второе, как Горбачев не воевал, но видела войну Горбачев, по-моему, был под оккупацией, если не ошибаюсь Его поселок был под немцами Он же где-то, если не ошибаюсь, со Ставрополья, по-моему И Ставрополье было одно время под оккупацией немецкой У этих людей была красная черта, за которую они не могли перейти Они не хотели глобальной войны, которая тем более могла перейти в ядерную Они тыкали, знаешь, там, прощупывали, где Америка даст слабину Там Афган, Ангола, какая-нибудь там Куба и так далее Но, Хрущева я упоминал, да, как бы Хрущева отмотал на парус Кеннеди Они в последний момент отошли от края пропасти Которая мог кончиться ядерной войной Да, как бы они понимали, что этого допустить нельзя Рейгану в этом плане было легче, потому что Советский Союз уже был на спать Если бы сейчас у нас даже, вот мы просто оживили бы, да, клон Рейгана бы сделали, да Я и то не уверен, что он бы мог так вот один на один эмоционально справиться с таким кренделем, как Путин Потому что у Путина нету этого тормоза Путин считает, что это не ахти какая проблема, ядерная война И когда люди говорили там 10 лет назад, что это он так шутит, да, это такие как бы у него просто приколы по поводу того, что мы там умрем тишь под Москвой Мы пойдем на небо, а наши враги просто сдохнут Ну это уже не 5, не 10, это не 2 года назад, по-моему, говорил Ну вот мы думали, что это шуточки, прибауточки, да, а это серьезно, он реально так считает И вот как быть с этим персонажем? Помнишь, я неоднократно проводил параллель с фильмом «Аллегра с огнем», когда пытались советские моряки, инженеры обезвредить немецкие акустические мины И всякий раз такая Амина, вот один неловкий шаг, и она взрывалась Это мне еще напоминает замечательную песню группы Ария, давнишнюю, про дракона, который сидит и ждет, направив в небо радар, в глубокой шахте Поменять шахту на бункер, вот, и одна ошибка, один просчет и неизбежный удар, это настолько про Путина, понимаешь? Вот, и в этой ситуации нужно быть особенно взвешенными и осторожными, нужно, конечно, ему оппонировать напрямую и решительно И не идти сейчас ни на какие серьезные там компромиссы, тем более, что сейчас как бы ситуация в войне, она зависла, она как бы такая перешла в позиционную Но, видимо, он копит силы и направит в небо радар, да, как бы, и к этому надо быть готов Что он в любой момент может решить, что сейчас можно начинать новое наступление У него еще очень много и людей, и сил, и он страну свою придушил хорошенько, да, как бы Пока мы видим, что любые попытки противостоять, они очень слабые и разрозненные И в этом отношении нужно запастись терпением, нужно запастись умом, осторожностью Потому что если мы не хотим перейти к обмену ядерными ударами, то, значит, надо взвешивать необходимость И жестко ему противостоять с необходимостью как-то делать это умно, чтобы до ядерного конфликта не дошло Поэтому, понимаешь, как бы, Рейган с его таким вот кавалерийским, как бы, характером Когда он мог какой-то момент там взять, объявить Советский Союз вне закона и так далее Ну, и некоторые люди считают, что Трамп очень на него похож в этом отношении, своими непредсказуемостью И что, может быть, было бы и неплохо, если бы, ну, есть люди, которые считают, что и эта война бы не случилась в Украине Если бы Трамп был переизбран Я в этом совсем не уверен Я много раз говорил, например, что вот выход из Афгана, он планировался Трампом, он был бы такой бы и при Трампе А выход из Афгана, а точнее бегство, во многом тоже спровоцировало Путина Поэтому, понимаешь, как бы, вот, Путин более молодой и жесткий и отмороженный лидер, чем Брежнев или Горбачев И это как вот такие сообщающиеся сосуды Тогда у нас был отмороженный лидер, который был готов учредить И в итоге добился падения Берлинской стены, падения СССР Хотя это было при его преемнике, но это была работа Рейгана Но сейчас, вот, чем сильнее и жестче стал российский лидер, да, как бы, российский режим У нас, наоборот, как бы, несколько на спаде Но, опять же, понимаешь, вот, если бы у нас был Рейган Ну, столкновение, как бы, Рейгана с Путиным могло бы быть таким, что просто искры бы полетели по всему земному шару А что касается других тем, вот, смотри, то, что говорят, ну, одна из, конечно, главных тем этих выборов, это аборты Пока, насколько я понимаю, у демократов нет особого какого-то отскока, да, как бы, по рейтингу То есть люди не высказываются по вопросам, что они больше будут голосовать за демократов Из-за того, что республиканский в большинстве своем верховный суд отменил противовольствие Да, но дело в том, что волна протестов началась, понимаешь, это всегда волна протестов Мы понимаем, что она поддерживается демократами, ну, в данном случае Да, ну, понимаешь, 10 тысяч это еще не так много Понятно, что для демократов аборты это священная корова Мы с тобой говорили об абортах когда-то, я считаю, что аборт это зло Но, с другой стороны, я считаю слишком резким такой вот шаг, как полная отмена этого закона на национальном уровне Я считаю, любой шаг, который, как бы, резко нарушает баланс сложившийся политический Он рискованный и неоправданный Вот, но поскольку пока у республиканцев расчет такой, что они мобилизуют свое, как бы, свою опору электоральную Которая, в общем-то, в целом-то по стране многочисленнее демократической опоры И людей, которые против абортов, в той или иной степени, я думаю, больше, чем тех, кто вот так вот стопроцентно за аборты Вот, мы с тобой говорили, если бы не было абортов, население США было бы под 400 миллионов человек, не 340 Вот, и вот насчет сердобольности, понимаешь, с одной стороны, сердобольность в отношении нерожденных детей С другой, как бы, людей, которым не дали шанса на жизнь А с другой, сердобольность в отношении женщин, кто-то из которых забеременел в результате насилия, к примеру, или инцеста Кто-то, ну, просто, ну, как бы, не хочет рожать, считая, что родит человека в нищету, там, в проблемы, не хочет из-за этого И это столкновение двух ценностей, в общем-то, это столкновение двух мнений об одной и той же ценности, на самом деле Ценности жизни, ценности права человека, как бы, распоряжаться своей жизнью Вот, пока все-таки, знаешь, республиканцы тоже могут организовывать довольно многочисленные марши и демонстрации в поддержку права на жизнь И делают это периодически, так что мы можем увидеть здесь, как бы, взаимонаправленные, так сказать, против друга и демонстрации, и протесты Тем более, что впереди еще горячий август, горячий сентябрь Вот, есть вопрос об экономике, тоже разнонаправленные показатели Если постоянно то биржа падает, то, с другой стороны, хаузинговый рынок достаточно хорошо нагрет, и он достаточно хорошо себя чувствует А это важнейший показатель экономического здоровья страны, когда люди покупают и продают дома Вот, значит, у людей есть деньги, чтобы покупать их, жилье себе покупать Вот, как бы, показатели занятости, показатели безработицы будут очень важны Вот, опять же, республиканцы считают, что экономику нужно строить прежде всего на основе частной инициативы, да, как бы Это традиционные американские подходы, это то, что делает Америку уникальной То, что сделало ее сильнейшей страной в мире, успешнейшей страной в мире Вот, и вот этот такой набор, как бы, традиционных, более американских подходов и ценностей Но республиканцы пытаются его утилизовать в свою пользу Демократы считают, что нужно помогать бедным, нужно помогать порой в том числе и среднему и малому бизнесу И так создавать рабочие места, так подстегивать экономику Мы, наверное, увидим в очередной раз такое добротное столкновение философий и политических, и экономических в этой стране Алекс, спасибо большое, что нашел время и присоединился к нашей программе сегодня Это был журналист Алекс Якобсон И на этом у меня все, увидимся с вами завтра в программе Пульс дня Я желаю вам всего доброго и до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова